Программа интерпретации гидродинамических исследований на скважине имеют ряд инструментов анализа данных. Одним из основных из них является диагностический график. Имеются результаты измерений манометра на забой скважины красная линия, дебита на устье скважины зеленая линия на диаграмме исследования. Рассмотрим первый режим по хронологии это КСД. Перейдем к диагностическому графику. Обе оси Х и У имеют логарифмическую шкалу, поэтому его еще называют биологарифмический график. Кривая ΔP отображена в виде точек красного цвета и является приращением давления со времени начала периода исследования. Вторая кривая синей точки это производное давление Бурде. Она является скоростью изменения давления по отношению к натуральному логарифму времени, но может быть переписана как время t умноженное на dp деленное на dt. Для учета истории работы скважины вместо логарифма времени используется время суперпозиции, которое отображается также на отдельном графике. Расчет времени суперпозиции рассмотрим в моем следующем видео. Следует отметить, что некорректный учет истории работы скважины приведет к ошибочной диагностике режимов на биологарифмическом графике. Первый режим, который мы рассмотрим, режим доминирования ВСС, первый по хронологии. На биологарифмическом графике производное давление искривляется в виде горба. Причина этого кроется в том, что дебет скважины на забое не всегда равен дебету на устье. После открытия скважины на устье дебет на устье мгновенно увеличивается за счет расширения флюида, однако на забое дебет из пласта по-прежнему равен нулю. В течение этого времени давление ΔP имеет линейную зависимость от времени с коэффициентом b. А производное? Производное давление в этот момент является равной тому же произведению константы b на время. Таким образом ΔP и производное находятся напрямую с единичным наклоном в течение всего периода доминирования ВСС. Переходный период от окончания доминирования ВСС до начала доминирования отклика пласта составляет около полутора цикла, лог-цикла. Но чем больше объем ствола скважины и чем меньше дебет, тем больше ВСС и дольше длится переходный период. Он может продолжаться от нескольких минут до сотни часов, а распознать его на графике является одной из важнейших задач интерпретации. После стабилизации производной и окончания переходного периода от режима доминирования ВСС, можно перейти к анализу радиального течения в пласте. Этот режим еще называется режимом бесконечно действующего пласта. В течение этого режима давление ΔP равно константе А плюс константа B, умноженная на натуральный логарифм времени с начала периода. Вычислим производную. Производная будет равна константе B, деленная на время T и умноженная на T. Преобразовав, в результате получим, что производная равна константе B. На графике ее значение будет соответствовать горизонтальной линии RF, radial flow. А уровень стабилизации производной обратно пропорционален подвижности или мобильности и проницаемости. Радиальное течение в пласте к скважине, которое мы выделили на диагностическом графике, является наиболее важным режимом для интерпретации, из которого мы рассчитываем скин-фактор и проницаемость. Скин-фактор – это безразмерный параметр, который характеризует качество сообщения между скважиной и пластом. Графически на билогарифмическом графике, чем больше расстояние между кривой ΔP и ее производной на участке радиального притока, тем больше скин-фактор. Чем дольше длится исследование, тем больше становится значение параметра ΔT, тем больше охват исследования к ДИС. Радиальный режим будет продолжаться до момента, когда радиус исследования достигнет какой-то границы. В качестве границы может быть непроницаемый разлом, флюидальный контакт, изменение параметров пласта или даже влияние других скважин. Каждый граничный эффект математически описывается отдельной формулой. Например, если граница представлена непроницаемым разломом на диагностическом графике, параметр ΔP будет равен константа А плюс константа Б, умноженное на двойной натуральный логарифм времени. Во время переходного периода мы увидим увеличение производной давления и последующее ее выполаживание на уровне, в два раза превышающим ее предыдущую стабилизацию течения радиального течения в пласте. Резюмируя, уже сказанное, диагностический график является результатом проявлений различных режимов течения при гидродинамических исследованиях скважин. Эти режимы математически описываются различными аналитическими формулами. Применяя эти формулы, на практике можно рассчитать необходимые параметры, характеризующие скважину и пласт. Существует множество моделей скважины пласта, границ пласта в программном обеспечении GintelPilog. Каталог описания аналитических моделей, реализованных в программе, можно скачать на сайте Gintel.